здравствуйте дорогие радиослушатели и все кто смотрит на нашем youtube канале в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша а ее ведущий эдуард румер и герой дипломер сегодня мы беседуем советским российским американским а сценаристом режиссером писателем прозаиком продюсером эдуардом тополем эдуард владимирович добрый вечер добрый вечер я давно уже не советский не был никогда но не важно поехали дарт владимирович а вы живете в израиле сейчас идут коллекционные переговоры по созданию правительства многие называют его левым и может так получиться что впервые за 12 лет бениамин натаньягу не войдет естественно не будет как бы в политике израиля вы можете представить бениамин натаньягу или израиль без бениамин натаньягу политику израиля ну я то не могу значит и потом будет как-то очень неосторожно сказали что может случиться что нетаньягу не будет в политике ну уйдет нетаньягу в оппозицию значит на какое-то время я не думаю что это правительство если долго продержится потому что ну там собралась такая не очень дружная компания во всяком случае они подружились если подружились то вчера или позавчера поэтому эту дружбу еще надо проверить времени значит поскольку я имел возможность видеть вблизи бениамина натаньягу ну вот примерно так как вы видите меня сейчас на экране свою значит но я видел его живьем а значит и даже имел возможность перемолвиться парой слов но дело не в этом он он в отличной форме физической эмоциональной он крепкий мужик значит и ну если им удастся завтра послезавтра его на время отстранить от власти это не значит что он покинет политический ландшафт израиль я надеюсь что он еще вернется потому что ну я 20 лет за ним наблюдаю и мои впечатления еще когда я живу в америке и видел его дуэли с обамой были я им еще тогда восхищался ну а сейчас он продемонстрировал высший пилотаж если я с вами разговариваю и живой то только потому что именно он обеспечил всю страну прививками лучшими прививками да ну надо было быть не таньягу чтобы заранее угадать какой какой какая вакцина будет лучше и заранее договориться причем не просто договориться а просто я не знаю вытащить вырвать нужное количество значит этой вакцины для всей страны потому что и и вот например я получил прививку до числе первых по возрасту нам тут значит престарелым выдавали давали в первую очередь короче я считаю что если бы это вакцина добралась до меня то вряд ли я бы сегодня с вами то есть не вакцина если в этот вирус добрался до меня то вряд ли бы я сегодня с вами разговаривал и 5 миллион больше пяти миллионов людей у нас получили вакцину практически чуть ли не единственная сторона страна в мире сегодня у нас вообще уже убрали все ограничения но только вот маску надо носить закрытом помещении когда заходишь на какое-нибудь партийное собрание или там культурное мероприятие а так мы свободны от от вируса слава богу это не только богу слава это конечно слава не таньягу ну я не знаю там рядом с вами издается сайт континент и я там уже давно опубликовал статью ну как давно на пару месяцев назад где назвал не таньягу четырежды героем еврейского народа можете ознакомиться я думаю что я же не состою ни в какой партии никогда не состоял но этот человек меня восхищает и тогда я узнал что у него альпин 180 ну о чем разговор эдуард владимирович а что собой представляет сегодня израильское общество и сам израиль как писатель как бы вы описали чтобы вот нам видеть понимать вот если бы с закрытыми глазами чтобы я вот представил сегодняшний израиль ну узнаете я не берусь вам потому что я все-таки то что называется олег адаш то есть я новоприбывший я здесь всего четыре года языком и в ритм я не владею и силу уже я не очень рвался попасть в в израильское так называемое общество значит у меня есть какие-то знакомые какие-то друзья но выдавать себя за эксперта по израильскому обществу я не стану ваше впечатление впечатление просто ваша она 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 в общем такое знаете когда-то в детстве была такая труба которая стеклышки были разноцветные как назывался калейдоскоп по моему калейдоскоп вот 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 это так вот это израиль значит здесь есть все краски но вы понимаете да нас 2000 лет гоняло по всему миру мы жили я не знаю во всех странах кроме кроме каких-нибудь редких да и и набрались там всего что то можно было мы отдали этим народом и этим странам свои свои гениев а взяли у их привычки и их психологию во многом у персов взяли вероломство у французов взяли скупость у немцев покорность в дисциплине в россии мы научились сидеть орлом значит в сортире и при этом говорить о духовности наши ну и так далее да у поляков мы взяли их не привязанство ну вот если это мы привезли сюда как как вот мы вот я приехал из россии конечно я очень высоко духовный интеллектуал и так далее каждый еврей приехавший советского из бывшего советского союза думает о себе в категориях великорусской духовности вот значит и теперь мы друг на друге это все практикуем из этого должно рано или поздно получится что-то ну посмотрим понимаете тут все есть юный мы так как говорят в америка все есть значит есть своя аристократия которая смотрит сверху вниз на всех новоприбывших а уж на прибывших из россии они просто смотрят с высоты новых небоскребов да значит они внуки социалистов которые основали это государство ну тут как бы много чего есть разного есть гениальные люди которые делают сумасшедшие фантастические деньги или великие наверное открытия стартапы всякого рода сумасшедшие цены ну всякое есть есть хамство привезенные нами например я в некоторые русские магазины не могу зайти зайти могу но не хочу потому что понимаете вот нас когда-то водили по пустыне 40 лет чтобы мы избавились от своих рабских привычек а теперь человек садится в самолет и через четыре часа он из другой страны попадает в эту страну но он за эти четыре часа не прошел путь сорокалетний он не избавился от своей бывшей психологии он как был совком так он или стал тут за прилавок и также хамить значит ну или это продавщица это все должно со временем как-то перемолоться и во внуках раствориться и стать может быть единым народом пока мы еще не единый народ мы единый народ только вот когда ракеты падают над головой взрываются вот тогда это нас объединяет как только ракеты перестали падать все разбежались тут же даже когда падали ракеты было точно известно уже всем что не будет никакого левого правительства они все разбежались они все замолчали и и и открыто говорили что все уже нет не будет ничего и как только ракеты перестали падать на голову они опять собрались все там вместе и и придумали себе название для своего правительства ну мы евреи но что делать ну так веселый народ не унывающий ну да действительно к дуар владимирович вот а вы прожили 40 лет в америки вдруг в 2017 году вы переезжаете в израиль а для многих это был такой сюрприз это был зов крови и его у вас было желание узнать израиль изнутри или еще какие-то причины ну на самом деле конечно я числился проживающим в америке 40 лет но как только грохнулся советский союз распался и нас и появилась возможность писать не для инопланетян как я писал первые романы в америке там красную площадь журналист для брежнева красный газ и другие там первые 15 лет примерно жизни в америке значит появилась возможность меня стали издавать там сумасшедшими тиражами и и я стал летать туда и и я стал писать снова для русского читателя я писал первые романы первые книги для и на ну как я уже сказал инопланетян американцев европейцев не знаю австралийцев рассказывал им что такое в натуре в реальной жизни советская власть социализм коммунистическая партия ну и так далее а раз русскому читателю это не надо было объяснять они это и без меня хлебали в полный ложь начали писал уже и кроме того там дистанция была пока ты напишешь роман пока его прочтут в американском или британском или немецком издательстве переведут на на свой язык и сдадут это проходило два тире три года значит я уже за это время писал следующий роман или даже два а тот я писал новую книгу садился самолет прилетал в москву приходил в издательство самое крупное так тогда издательство стране хозяину издательства клал на стол рукопись и через два месяца она была уже в нижних магазинах и это конечно совсем другое дело поэтому последние не знаю 20 лет наверное я жил ну и в той стране и и в америке и в россии тем более что потом у меня появилась киностудия своя я еще спродюсировал пару фильмов по своим же сценариям и значит и отрежиссировал и вот то есть я уже последние годы пребывал больше в россии потому что была возможность напрямую со зрителем считателем общаться ну вот а потом так случилось что жить в россии стало невозможно или как сказал один замечательный человек в россии стало стыдно житель сказал вот после крым после крым наш ситуация круто изменилась и ну что про америку я все знал я конкурировать с американскими писателями на тему америки бессмысленно они лучше меня знают свою страну а израиль всегда был для меня интересен всегда поскольку то я сюда часто прилетал у меня тут была сестра родная единственная значит и и кроме того есть какое-то обязательство я не знаю мне хотелось что-то сделать для израиля потому что все что я мог объяснить инопланетянам о россии советском союзе я объясню здесь все мне показалось интересней живее ярче ну и кроме того есть еще какой-то зов крови поэтому первое что я сделал когда сюда приехал я стал сел за романа жаботинском и считаю что вот это был правильный поступок мне есть чем теперь отчитаться перед всевышним если он меня туда спросит что я сделал для израиля то хотя бы одну книгу но сейчас уже вышел второй роман явление пророка так что мне есть что предъявить эдуард владимирович вот вы написали книгу о жаботинском а какое ваше мнение о ярчайшем представители правого направления в политике израиля о минахеме беги не ну самое положительное я не подробно изучал его биографию но я читал его книги до когда он ну про его пребывания в гулаге ну или вообще он один из главных учеников последователей жаботинского и очень яркая мощная фигура ничего кроме я вообще так собирался я написал этот роман юность жаботинского как первый роман в серии задуманной серии жизнь замечательных сионистов потому что вот юность жаботинского это же о молодом жаботинском это жаботинском 22-летнем в одессе когда он был еще владимир жаботинский не заев да он еще был владимир но заевом он стал 903 году ну сказка вот после кишиневского погрома ну вот это это реальная история которая наверное типична для любого талантливого молодого еврейского юноши это конфликт первой влюбленности и даже вожделение с призванием он 22 года будучи известным журналистом поэтом которому бунин куприн ассаргин горький прочили блестящее литературное будущее русского писателя в россии называли его соколом будущим соколом русской литературы вот он влюбился в 19-летнюю одесскую красавицу еврейку и там прекрасный любовный треугольник как прекрасно драматически даже трагически я бы сказал вот но как бы он уже почти добился или вообще добился ее благосклонности и даже вообще всего что можно было добиться казалось бы и в это время случился кишиневский погром он поехал туда насмотрелся что это такое перевел поэму бялика сказания погроме прекрасно перевел может даже лучше оригиналом каких-то главах мне трудно сравнивать я игры то не знаю но вот это чувствую ну и потом он организовал первую самооборону от погрома в одессе поэтому до его отъезда из одессы в одессе погромов не было а когда он уехал случились погром в одессе вот и по и уехал короче он с головой нырнул сионизм и и поехал делегатом на шестой сионистский конгресс значит в 903 году вот и вот этот конфликт юность юношеского вожделения влюбленности с призванием и с ощущением своей миссии он лег в основу этого романа и это серия была задумана как такие приключенческие авантюрные даже может быть сказать романы о молодых сионистов биография шамира а там фантастический сюжет и бегин голда мэйер это же такое время было потрясающее они были все молодые ребята и и и то что они сотворили в истории это уникальная ситуация вот значит ну если когда-нибудь найдутся какие-то возможности какие-то организации еврейские или какие-то потому что одному поднять один роман это можно но серию романов это нужно создать коллектив талантливых авторов нужно иметь средства для ну чтобы люди работали и потом перевести это на английский язык на иврит и так далее это уже серьезная работа но вот я начал я просто показал что можно сделать но дальше мне нужна поддержка если это делать авторы найдутся у нас слава богу и в израиле и талантливых евреев литераторов как вы понимаете хватает можно было бы сделать серию же замечательных сианистов для молодежи всего для еврейской молодежи всего мира посмотрим эдуард владимирович а такой вопрос на сегодняшний день израиль это а парламентское государство как вы считаете какая форма правления для государства лучше президентская или парламентская какая стабильнее на ваш взгляд ну вы знаете я американец и а им правда даже я горжусь тем что я американец я жил лучшие годы при рональде регине за 40 лет моей жизни в америке мне повезло 8 лет жить при великом президенте рональде регине и вместе с америка и которую он поднимал тогда я тоже как-то тогда из нищего положения стал автором мировых бестселлеров а до этого жил на долларте вот поэтому я за президентское правление потому что ну вот если бы биби был президентом было бы только лучше потому что на нем бы не висели обязательства перед своими и перед своими и и перед чужими значит а гранди и командой которые его ограничивая который висит на нем как кандалы а вот хотя история с воцарением байдена история с тем как еще одного прекрасного президента надули ну вот мы об этом хотим повторять поговорить еще во второй половине а наши передачи да вот президентская оказывается тоже не не 100 проц президентская власть это еще не стопроцентная гарантия значит стабильности и справедливости и демократии потому что на трампе вот или скажем так вот не на трампе на обаме закончилась американская демократия эдуард владимирович мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу через пару минут вернемся и продолжим нашу беседу очень интересно большое спасибо не отключайтесь хорошо мы возвращаемся в программу политинформания радиостанции народная волна чикаго ее ведущий эдуард прумер и геннадий прумер и мы продолжаем беседу с писателем кинотраматургом сценаристом эдуардом тополем эдуард владимирович вы с нами эдуард владимирович вот в предыдущих в предыдущем части части нашей передачи вы сказали такую очень интересную фразу насчет россии мне стало стыдно жить вы знаете я наверно мог бы эту же фразу отнести к сегодняшней америке касаясь меня моего брата соведущего нашей студии многих людей кто разделяет наше мнение о том что сейчас происходит сша а хотел бы попросить вас ваше мнение о сорок пятом президенте сша дональди трампе и вообще что же вообще произошло во время выборов в ноябре двадцатого года об этом можно говорить очень долго если говорить коротко то когда трамп еще только принимал участие в дебатах я написал в какой-то статье уже не помню как где и когда потому что все это быстро исчезает я написал что это последняя надежда америки потому что после обама с первого дня в прихода к власти обама в соединенных штатах я был в отчаянии бегал я тогда жил в принстоне я бегал по друзьям и и стучал кулаком как вы могли голосовать за вот этого исламского троянского коня засланного нам в америку но значит все мои крики и вопли результаты не имели эти люди второй раз за него проголосовали поэтому это беда случилось но он он очень талантливый человек обама не просто так значит был выбран определенным кругом лиц он усвоил поскольку его папа был коммунистом то он усвоил сталинский лозунг кадры решают все и вот за свои восемь лет он расставил свои кадры как сталин свое время расставил кадры когда тем он был сталин в начале его никто не считал за лидера ни каменьев ни зиновьев ни ленин ни троцкий они все вот а он поставил своих людей повсюду как секретарь секретарь и смог потом их всех вот тоже самое сделал обама поставил тихой сапой расставил своих людей во всех органах власти и когда пришла пора он подготовил переворот практически произошел антидемократический переворот во время последних президентских выборов и вот недавно буквально две недели назад москве вышла книга моего хорошего знакомого генерала генерал майора овчинского бывшего директор российского интерпола который называется криминология американской власти он собрал ну это он доктор юридических наук он очень толковый криминолог наследственный я еще когда грохнулся советский союз его отец был директором института терминологии в советском союзе я еще тогда познакомился с отцом но не в этом дело значит вот владимир семенов собрал все материалы по-русски по-английски по-китайски по франкому как угодно сейчас с помощью гугла можно перевести все довольно быстро вот он всю хронику подобран все материалы факты собрал о том как пресс как происходил ли эти выборы и как произошел этот переворот и вот в этой книге там такая мысль возникает когда ее читаешь он не говорит это прямым текстом дед так оговаривается потому что он в основном цитирует источники публикации американские только в самых разных изданиях что если бы им не удалась афера с фальсификации выборов то был бы насильственный захват власти то есть вот эта акция чисто провокационная со штурмом капитолия это только была такая разведка если бы это не получилось то на готове были войска вооруженные ну вы знаете я когда-то когда в ноябре наверное я не помню сентябре месяце прошлого года видел хронику американскую и там была съемка мне кажется филадельфии километра на три стояла колонна черных ребят шеренгу по четыре молодых это было уже практически готовый батальон ну я не знаю ли полк пару тысяч было среди них было несколько белых идиотов но в основном это было черное войско и так такие войска я так думаю были собраны не только филадельфии во многих городах и штатах и где-то они тренировались они не уст не вышли вот организованные как уже войска но они стояли на готове вот это то что было подготовлено штабом обама для свержения и захвата власти по методу господина троцкого вот это то что я могу сказать а вот я спросил насчет трампа как вообще вы его оцениваете четырехлетие вот это замечательный президент я почти ниже практически я не жил уже в америке я там прилетал на очень короткое время но судя по тому что я видел по телевизору по ну и просто по показателям экономики потому что произвели отсюда из израиля уже смотрел значит все что здесь происходило это было замечательно и что я могу сказать он беда его в том что он американец чистых кровей как бы вот он демократ поэтому он не решился ввести чрезвычайное положение как ему советовали он должен был где-нибудь там я не знаю в октябре месяце еще ввести чрезвычайное положение и арестовать пару тысяч чиновников которых обама расставил в сам даже фсб то есть и так далее вот ну и у него на столе я предполагаю я так по каким-то косвенным признакам я понимаю что генерал флинн наверное ему положил на стол список тех кого надо арестовать его нужно было это сделать но он решил что он не мог это сделать по по крови вас он он демократ понимаете вот и он придумал про про путь демократического сопротивления всему этому путчу ну а тут они его переиграли потому что сила подлость она безгранична она не никакие правила игры не соблюдает эдуард владимирович а по сообщениям сайта news ru israel.com а практически 77 процентов американских евреев проголосовали за байдена и компанию как вы думаете почему вот американские евреи а из раза в раз а поддерживают демократов и вот это вот все безобразие ну я спрашивал когда-то и мне объясняли что мы традиционно за демократов я ну из каких-то еврейских круга где я имел какой каких-то знакомых вот наследственно мы за демократов традиционно но с этими что можно сделать сейчас в россии традиционно 80 процентов страны или не знаю 60 процентов страны а все равно коммунисты совки совки понимаете вот совок я тоже может быть частично совок потому что вытравить совковость из себя из психологии это очень тяжело или почти невозможно а а вот я вам скажу у меня в америке сын родился да когда там 25 лет 23 года 22 года назад но я помню я жил тогда в майами и я когда он родился я уносил на руках по берегу значит по океанскому берегу и что я ему пел какие песни я антисоветский писатель пел ему что катюшу броня крепкая танки наши быстрые то что я в армии когда служил я топал на я ему пел тот репертуар я же американских песен наизусть не знаю вот это вытравить из себя вот эту совковость я под и когда я пел я я я себе говорил ну как ты можешь петь это ребенку своему ему там три месяца оттуда ему уже ты его уже фаршируешь броня крепкая танки наши быстро понимаете вот тоже самое наверное с американскими евреями они традиционно демократы только они демократы того периода когда демократы были демократами демократами но что с этим сделаешь это владимир а вы приехали в конце семидесятых годов в америку давайте коротко может быть вы вспомните ту рейганов скую благостную может не благостную америку как вот вы вам все и сегодняшнего дня вспоминается в начало восьмидесятых годов а вы когда приехали мы приехали в начале девяностых но мы по телевизору видели я приехал в америку 8 мая 79 года забыть это невозможно потому что я приехал из советского союза да а в не рейдинскую америку а я приехал в картеровскую демократическую америку которая была официально в банкротстве при демократическом президенте джиме картере в нью-йорке значит я сейчас точно не помню 13 процентов безработицы и 14 процентов инфляции или наоборот 14 процентов безработицы 13 процентов инфляции назначение это сегодня уже не имеет город нью-йорк был официально банкротом город нью-йорк не платил зарплату мусорщикам по месяцам месяцами поэтому вот когда я прилетел в америку на бродвее и во всех других там и бруклине и в квинсе и ну по всему городу черные мешки с мусором лежали на улицах до на высоте до окон второго этажа понимаете потому что мусорщики не убирали мусор сабвей постоянно бастовал и не работал потому что городу нечем было платить работникам сабвея автобусы я жил вашингтон хайдсе если вы знаете что это такое это на севере до нью-йорк под бронзе ривердейл вот оттуда со 189 улице нужно было если тебе нужно в центр пешком идти значит до там 42 например но 42 кишело наркодилерами там только там идешь как сквозь я не знаю поток в нерест да только и слышишь дракс 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 смог 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 со всех сторон тебя меня пытались ограбить на 42 улице среди бела дня я шел из публичной библиотеки если вы знаете да на 42 улице угол 5 я вышел из публичной библиотеки летом солнечный день светлый ко мне подходит черный парень высотой выше меня на две головы и наклоняется ко мне и говорит мне диме три бакс или я тебе порежу лицо бритвы вот это была америка того времени при картере это я давал тогда интервью я помню на голосе америки значит и там ведущий был тогда работал я уже забыл его фамилию бывший полковник советской армии который сорок пятом году в берлине перешел на американскую сторону и убежал из советской армии он прошел всю войну а потом перешел вот значит и он мне объяснял что завтра советские танки с кубы могут вы могут попасть на бродвей просто высадится десантом и вообще ну реальную ситуацию стране он мне рассказал после интервью который он брал у меня вот это было бы было время так ощущение что ты попал на сторону которая войну проиграла уже все завтра танки советские пойдут по бродвее из кубы выбросить и и потом появился рональд реген и все стало поднимать не все равно не сразу не сразу регономика заработала только на третий год на тайм сквер но и вот кстати вот я вспоминаю значит то что делала американская пресса с трампом они делали первые два с половиной года с рональдом рейдином каждый день во всех этих извините хотел по-русски выразиться во всех этих газетах замечательные были карикатуры на рейдин на его эргономику вот и на тайм сквере на тайм сквером висел гигантский значит табло висело которая накручивала дефицит бюджета там сумасшедшие цифры крутились постоянно этот дефицит просто рос на глазах а потом вдруг этот эти цифры остановились а потом они с такой на второй год эргономики они с такой же скоростью стали лететь оба в другую сторону и через два я хорошо это помню потому что это совпало с у меня как я стал я жил до этого как нищий а потом у меня вышел роман значит красная площадь и сразу он стал списке в нью-йорк тайм списка бестселлеров и деньги я стал подниматься ну и так далее зажил человеческой жизни поэтому это все завод совпало с эргономикой и когда на этом табло цифры спустились к нулю и стал уже пошел профицит бюджета то демократы сняли это табло чтобы не было этого вот вот это было замечательное время потому что регион выходил на экран телевизоров тогда же еще не было ни фейсбука никаких никакой сети не было еще тогда а вот регион выходил на экраны телевизора раз в месяц и говорил my fellow americans we can do it и и мы поднимались с колен и он поднял страну он обрушил советскую империю но не он один миссис течер и папой римским втроем но так или иначе это было великое время эдуард владимирович у нас остается не так много времени буквально четыре минуты но я хотел бы немножко от политики отойти уже под конец передачи вспомнить что вы были известным советским сценаристом юнга северного флота один из самых известных свое время фильмов где снялся молодой значит игорь скляр но я хотел бы спросить немножко другом вы написали сценарий вместе с вадимом труниным а фильм поставил владимир роговой в этом году исполнилось 50 лет фильму офицеры который поставил владимир авраамович роговой вот говорят обо всех актерах которые снимались фильме офицер а вот об этом режиссере не говорят вообще ничего а может вы скажете пару слов о нем вы с ним работали и ваше впечатление ну володя роговой был стал мыс мы стали большими друзьями потому что мы сделали не один фильма 2 и должны были делать 3 поскольку он решил что я уже его драматург на всю жизнь а я взял и уехал а значит мы сделали юнгу и мы сделали несовершеннолетние юнгу посмотрела 49 миллионов зрителей а несовершеннолетние посмотрела 50 миллионов а вот подряд значит володя роговой себя сжег он участник войны значит он прошел войну он после в кино он пришел администратором он не учился режиссуре он учился режиссуре уже на работе работая в кино как сначала администратор потом директор картины а потом только он стал я не помню какой его первый фильм офицеры это его второй фильм а юнга это третий несовершеннолетние четвертый но он был очень взрывчатый такой громогласный и он каждый день устраивал своей группе разнос может но никто же работать не хочет советском союзе как вы нам платите так мы работаем вот володя каждый день значит кричал администрировал ругался и когда я ему говорил после его вспышек я говорю володя что ты делаешь ты сейчас ты себя надрываешь и сердце порвешь просто ну как можно с утра вот такие устраивать он не обращай внимание это я играю но на самом деле это игра он думал что он играет на самом деле он очень быстро себе подорвал на этом здоровье и ушел я не знаю сколько лет 60 было ему я смотрел уже не было я уехал вот но в нем было одно качество которое мне очень нравилось он не стеснялся он знал что он умеет и что он не умеет и он не стеснялся просить о помощи поэтому вот не знаю как с другими авторами как какие у него были отношения но у нас самого начала сложились очень хорошие отношения он меня пригласил смотреть кинопробы мы в этом зале когда я я не буду хвастаться но в общем фильме и в первом и во втором снимались те актеры которых мы выбирали вместе я не могу сказать что я но я советую ему говорил вот этот парень я очень извиняюсь у нас заканчивается время быстрый вопрос и быстрый ответ да или нет существует ли рай на земле огромное спасибо за ваше интервью мы желаем вам здоровья крепкого здоровья написать еще много книг и мы желаем взяли чтобы было мир и до следующих встреч спасибо вам спасибо большое